У нас очередное частное мнение Доктор на связи Меня многое волнует А в данный момент его волнует мнение одной из нашей постоянной Слушательницы Почитательницы Почитательницы Я очень люблю Мне бы очень хотелось узнать мнение по поводу Должна ли женщина работать и должен ли мужчина рассчитывать на заработную плату Женщины в бюджете семьи Девушка Марина Обращается к доктору Хейфицу К его частному несчастному мнению Мне очень легко ответить на этот вопрос Потому что я всю жизнь Здравствуйте Марина Это ваше дело За Марину Марина это же морская Она обращалась ко всем Марина это морская Мне очень легко ответить на этот вопрос Потому что я всю свою жизнь только на женщины рассчитывал Только на их зарплату и жил Альфонс? Всегда Ну в общем да Да перестань Ну перестань Ну перестань Нет Я тебя уже не вижу Ну какой ты работал врачом Сколько получал в этой стране врач Юра ты работал и кормил себя вообще В Екатеринбурге Ты делал запрос? Да Я готовлюсь к выходу на пенсию А И мне надо представлять эти документы И я увидел Что пять лет Я получал 50 рублей в аванс И 50 рублей в расчет Как можно было на эти деньги С 22 до 27? Да Нет я не помню точно Я помню что 78 по 80 Какой же господи первый что ли год Я получал вот эти ничтожные деньги Пока мне не дали полторы ставки А когда я стал работать на полторы ставки Я стал получать 167 рублей Как можно было на эти деньги Что значит рассчитывать не рассчитывать Во-первых Ну ты был один пардон У тебя не было семерых детей У меня семерых не было Но один-то был А то есть ты был женат Конечно я был женат Я очень быстро женился Я уже в роддоме Я же очень быстро Значит я что хочу сказать Впервые стал закидывать удочки в роддоме Да Я очень люблю вот эту цитату Из Максима Сладкого Он же горький Да Сколько людей Да веревочки понятно Сколько веревочки не виться А два сапога пара Да Значит сколько людей Столько сердец Сколько сердец Столько родов любви Тут главное становиться во время Я не знаю Я вполне могу себе представить Что есть семья Да Где муж целыми днями сидит Или лежит Как в Асесуале Илаханкин И думает о судьбах русской революции А жена в это время работает грузчиком В городском порту Шпалоукладчице И кормит его пятерых детей Его маму Двоюродного брата И при этом Совершенно счастлив Да Есть такие семьи Конечно есть Есть противовес этому совершенно другие семьи Где мужчину никто не видит Потому что он уходит на работу в 6 утра А приходит с работы в 5 утра А часто и не приходят, потому что идёт на другую работу. А жена ничего не делает, только ходит по парикмахерским, пилит себе ногти этим же мужем. Или ходит по кухне не чёсаная. Да, не чёсаная, и при этом всё равно все счастливы. Если же женщина чувствует себя несчастной. Вот, например, я могу заставить. Представим себе невозможное. Женщина несчастна. Она считает, что и муж рассчитывает на её зарплату, а сам ничего не делает. У меня возникает вопрос, зачем она с ним живёт? Ну, она же не знала, что так будет. Как так? Вот так всё повернётся. Вот это я категорищенски отметаю. Потому что я помню проповедь блаженного Августина, когда он стал рассказывать собравшимся людям на площади. Самого Августина ты помнишь? А как же? Мы с ним выпивали много раз. Да. Вот. И он стал рассказывать людям, собравшись на площади, как страшно будет в аду. А на площади собралось несколько сот людей, слушали, и он был прекрасный оратор. И все начали плакать и кричать из толпы. Мы не знали. Почему ты нам раньше не рассказывал? Мы не знали. И Августин сказал, незнающие пойдут в ад. Так вот, я что хочу сказать. То есть, как она не знала? Как можно выходить замуж, не зная за кого ты выходишь замуж? Нет, извините. Вот эта безответственность меня бесит более всего. Да, но она есть. Потому, минуточку, мы для... Я в этом коротком монологе вижу свои задачи сделать так, чтобы ее больше не было, этой безответственности. Понимаете, за кого вы выходите замуж и на ком вы женитесь? Понимаете, смотрите, слушайте. Вообще люди все говорят, на самом деле. И говорят до свадьбы еще. И часто делают. Когда он говорит, я всегда хочу быть... Нет, как он говорит? Я хочу, чтобы ты была всегда моей. Говорит он. Понятно, что это означает. Вот я, например, от этой фразы голову бы отчасти не потерял. В каком смысле он хочет, чтобы я всегда была его? В известном. Ну вот именно. Кому? Ему, а мне? То есть, вот все слушайте, да? И тогда ваш муж не будет жить на ваши деньги. И радостно при этом себя чувствовать. Поэтому, если ваш муж живет на ваши деньги, надеется только на вас, и вы при этом счастливы, то будьте счастливы и дальше. А если вы при этом несчастны, так надо разводиться. Ну, просто, возможно, в нормальной семье нет понятия моих денег, его денег. Нет, ну, это вот я говорю, что если... Есть некий режим жизни семьи. Ну, то есть, вы счастливы. Да, то есть, работает кто-то больше, кто-то меньше. А кто-то вообще не работает. Это не подсчитывается. Не подсчитывается. Я, например, знал многих женщин, которые благоговели над своим мужем, который сидел и всю жизнь дома писал одну картину. Годами. Одну картину писал человек. А жена работала на пяти работах. А мог и вообще ничего не делать. Да. Просто сидеть и ждать ее. У нее в голове даже не было, да. У нее в голове не было, что ее пользуют. И его любовь была бы единственным смыслом ее жизни. И уже ей было бы не нужно эти 15 рублей, что он принадлежит. Да, совершенно верно. Или 15 тысяч рублей. Я знал многих таких женщин, которые были женами несостоявшихся режиссеров, писателей, поэтов, скульпторов. И были счастливы и кормили. Не деньги являются критерием взаимоотношений между мужчинами. А взаимоотношения являются критерием денег. Я не знаю, ответил ли доктор в своем частном мнении на вопрос Марины. Но он сказал абсолютно верную фразу, с которой я согласен на 127%. Это то, что до свадьбы на самом деле уже все понятно. Конечно. Это человек внимателен. То есть если ему действует и выходит он замуж или женится не под влиянием гормонов или каких-то там совершенно непонятных мне вещей. Да, или феромонов. Да. На самом деле человек понятен всегда заранее. Конечно. Если ты не выходишь не на третий день, когда знакомишься замуж за него или не женишься ли, то можно присмотревшись понять, будет ли этот человек ленив, будет ли этот человек эгоистичен, будет ли этот человек расчетен и корыстен. Или будет ли он человек как-то еще. Конечно. Заранее понятен кто ты. Будьте внимательны. Потому что на самом деле человек, который задает вопрос, нет даже не так, человек, который говорит о том, что он не разглядел кого-то до замужества, до женитьбы, то скорее всего он сам по себе эгоист и не очень внимательен к своему ближнему. Ну, это уже я влез в чужой, честно говоря. Нет, ты прав. Просто я хочу выпить за то, чтобы все переходили дорогу в строго определенных местах своего тела. Что я сказал? Или нет, извините. Марина, присмотритесь, кто рядом с вами. Марина, присмотритесь, кто рядом с вами. Может быть, это я. Ой, ой. Ой, ой. Забыли, забыли. Мы забыли. Это я виноват. Нам на самом деле постоянно пеняют, что я не говорю эту фразу. Наши постоянные зрители, слушатели мне говорят, что мы должны напоминать нашим слушателям, чтобы они не ленились. И ставили нам отметочки, галочки, даже отрицательные, любые. И писали свои комментарии в iTunes. Потому что таким образом тем, кто хочет нас найти, им найти нас проще. Нас можно найти в iTunes, нас можно найти на порталах под FM и R-Pod. Но самое главное, это iTunes, да? Потому что, чтобы другие, кто хочет нас найти, вы можете помочь им, оставьте свой любой комментарий. Во-первых, вы сделаете нам одолжение, вы расскажете свое мнение, как отрицательное, так и положительное о нашем подкасте. Поставьте любую оценку, хоть единицу, хоть пятерку, вам решать. Как вам нравится или не нравится. Но голосуйте, я призываю вас. Голосуйте и голосуем вы будете. Да, хорошо. Голосуйте и голосуем, да. Замечательно. И голоснется вам. Ибо. Так же добыл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова